День семьи, любви и верности. Во всех храмах края прошли литургии, а в Сочи поздравились семьи-долгожители. Ко всемирным хоровым играм на курорте разработали китайско-русский разговорник. Им пользуются и волонтеры, и участники. Изменилась схема движения у курортного городка и на бытхе. Все это для уменьшения потока машин на федеральной трассе. Почему скорая не спешит на помощь и с чем, помимо недугов у пациентов, приходится бороться медикам? Работу Керченской паромной переправы в курортный сезон проинспектировал губернатор. Вениамин Кондратьев посетил морской порт. Он посмотрел работу в досмотровых зон и зал ожидания. Очереди на паром для высокого сезона небольшие. Об этом говорят сами люди, направляющиеся в Крым. Губернатор посетил и переходил. Восхватывающую парковку в поселке Ильич. Там легковые автомобили и фуры ждут своей очереди на паром. В разговоре с Вениамином Кондратьевым дальнобойщики пожаловались на условия ожидания. По их словам, по сравнению с такой же парковкой в Славянске-на-Кубани здесь не хватает точек питания, а посадки на паром иногда можно ждать сутки. В отличие от легкового транспорта, который пропускают быстрее. Вениамин Кондратьев потребовал разобраться в ситуации руководителей морской дирекции. Мы сегодня говорим, что с паромами проблем нет. У нас ни с чем проблем нет. На совещании прозвучало ни с чем проблем нет. Но если не двое суток устроили в Славянске и здесь до восьми часов, то не трое суток прибирается до Крыма. Они правы в чем? Что там тоже питание, которое нужно и детям, в том числе, там, на Крыму. Не виноват. У нас был очень большой поток легкового транспорта. А мы давали приоритет легкового транспорта? Конечно, мы давали приоритет легкового транспорта. Сегодня же глава региона в порту Кавказ провел заседание антитеррористической комиссии. На совещании обсудили вопросы безопасности строительства Керченского моста и охраны энергомоста в Крым со стороны Кубани. Губернатор подчеркнул, что все стратегические объекты взяты под круглогодичное видеонаблюдение охрану. В случае аварии на энергомосту устранять неполадки готовы сотрудники специальных служб всего тысячи человек. Те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они сегодня настолько важны не только для региона, для страны. Поэтому проблему и проблематику многие из вас знают. И важно, чтобы мы подошли к конкретной точной программе и алгоритму решения. Многие вопросы, которые сегодня будут выноситься, они могут быть решены только при условии самых главных. Действующих здесь лиц – это две стороны. Это Краснодарский край и Крым. Вот мы две стороны вместе даже сегодня сесть и превратиться в одну общую сторону. Мы строим и все строится благодаря мощи, экономической мощи России. А наша задача с вами здесь сделать так, чтобы эту мощь не обрушить. По итогам заседания антитеррористической комиссии было принято решение усилить охрану в порту Кавказ и досмотр грузовых автомобилей, двигающихся на косу Тузла, где идет строительство Керченского моста. Гелена Всецна, телекомпания ФКТ. Праздничная литургия в честь святых Петра и Февронии прошла в Краснодаре в Свято-Покровском храме. Эту пару православных христиане считают покровителями семьи брака. Богослужение провел митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидар. В храм с утра с женой и детьми пришел и губернатор. Вместе с прихожанами в День семьи, любви и верности они отстояли всю службу. Вениамин Кондратьев отметил значимость праздника для россиян. Это российский праздник полон тепла, света, я бы сказал даже трогательности. Трогательности, которая очень свойственна нашему народу. Нужен нам этот праздник, потому что семья, любовь и верность – это основа основ. В нашем народе, в нашем крае, в нашем государстве. Если на самом деле будем мы это сохранять в своих сердцах, никакие нам жизненные невзгоды будут не страшны. И никакая чуждая идеология, культура к нам не прорвется. Губернатор также поздравил с праздником семьи долгожителей, которые собрались сегодня в Свято-Покровском храме имена. Здесь находится предел с иконами святых Петра и Февронии. Давайте следуем. Это Анатолий и Елена Пахомовы. Вместе они уже 35 лет, и этот день всегда проводят в тесном семейном кругу. В городе мы делаем все для того, чтобы именно были счастливые семьи. Счастье – это воспитание детей, воспитание внуков, когда они есть, когда они довольны, когда они развиваются, когда они прославляют родину, прославляют свой город. Мне кажется, вся жизнь состоит благополучно только тогда, когда семья несет обычаи своих предков, своих родственников, в целом всей страны и, конечно, того города, где ты живешь. Счастье бывает разного роста в зависимости от Кочки и до Казбека, в зависимости от человека. И мне кажется, что вот сам человек должен прикладывать максимум усилий для создания благополучной семьи. В день семьи, любви и верности по традиции после богослужения совершается крестный ход от центрального сочинского храма Архангела Михаила до дворца бракосочетания. На площади Узакса установлен памятник святым, чья любовь стала неподвластной никому, даже смерти. Они умерли в один день, и их тела, похороненные в разных местах, невероятно как, но оказались вместе. Сейчас мощи Петра и Февронии охранятся в храме Святой Троицы, Свято-Троицкого монастыря в Морне. В Сочи святые увековечены в бронзовую скульптуру, у которой каждый год проходит литургия. На ней присутствуют и образцовые сочинские семьи. В этом году общественные медали Краснодарского края за родительскую доблесть, любовь и верность получили 8 пар. Крепкие брачные узы уже больше 30 лет сохраняют Михаил и Галина Титовы. Они воспитывают трех детей. Много путешествовали, жили в разных городах. В разных городах родились разные дети. Средний Антоша родился в Саратове, Миша родился уже в Сочи. Поэтому всегда вместе. И очень рады, что такой праздник. И тем более в Сочи его так почитают. Вообще Сочи славятся крепкими брачными союзами. Немало пар отмечают жемчужные и золотые свадьбы. Да и новоиспеченных семей с начала этого года в Сочи появилось больше тысячи. И для каждой этот день не просто праздник, но и отличный повод собраться вместе с родными и близкими. А члены Совета ветеранов линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поздравили с днем семьи, любви и верности семью Домащенко. Валерий Григорьевич и Светлана Николаевна Домащенко вместе 53 года. Однако супруг уже более 20 лет прикован к постели. Валерий Домащенко пришел на службу в 1975 году политруком в линейный отдел милиции в аэропорту Сочи. Напряженная работа привела к ухудшению здоровья. Спустя годы супруги отмечают, что в общем-то ничего и не изменилось. Они по-прежнему вместе, выросли дети, подрастают внуки, а в доме часто собираются родные и друзья. В Сочинской 8-й гимназии ко всемирным хоровым играм разработали китайско-русский разговорник. Это совместный проект школьников и учителей китайского языка, который там преподают уже два года. Кому, кроме китайских туристов, может быть полезно такое издание, расскажет Ольга Десятого. Полина Арутюнян – волонтер. Для нее это первый такой опыт. Из Волгограда в Сочи она приехала специально на всемирные хоровые игры. На певческой олимпиаде помогает одному из хоров из Поднебесной. Китайский Полина учит в Волгоградском университете. Говорить на нем каждый день, да еще и с носителями языка – это отличная языковая практика, уверена Полина. Китайцы очень пунктуальны, поэтому они часто задают вопросы такие, как «Скоро ли мы доедем?», «Когда будет автобус?». То есть очень беспокоятся о времени. Конечно, времени очень много на общении, мы очень рады, очень хорошая практика. Такие волонтеры, свободно владеющие китайским, в Сочи на вес золота. В основном все добровольцы англоговорящие. Между тем, Хару в Сканэр на игры приехало больше сотни. Так родился проект китайско-русского словаря сочинского производства. Разговорник удобен как для русскоговорящих, так и китайцам. Существует транскрипция китайских звуков на русскими буквами, поэтому любой русскоговорящий человек может прочитать эти звуки. И также транскрипция русских слов английскими буквами. То есть теоретически китайский любой турист также может прочитать любое русское слово. Китайско-русский словарь разработали в 8-й гимназии. Это совместный проект учителей китайского и школьников, которые его изучают. Китайским языком в школе мы занимаемся уже два года. И сейчас мы расширяем количество классов, которые занимаются китайским языком, потому что спрос растет. Нам показалось очень интересным сделать такое пособие, которое помогло бы установить более тесные коммуникации между китайскими делегациями и нашими людьми. В словарь вошли самые ходовые слова и выражения. Такие, которые могут пригодиться рядовому китайскому туристу на отдыхе в Сочи. В этом небольшом китайско-русском словаре всего 18 страниц и 11 разделов. Например, аэропорт, гостиница, транспорт, ватзал, аптека, покупки. Отдельный раздел посвящен сочинским достопримечательностям. Здесь есть Красная Поляна, Олимпийский парк, Морской порт, Роза Хутор. Например, Зимний театр по-китайски будет звучать так. Дунзи, Цзююань. В перерыве между репетициями китайские туристы уже пробуют пользоваться словарем. Такие разговорники подарят всем волонтерам, работающим с хорами из Поднебесной и гостям из этой страны в качестве полезного сувенира. Я думаю, что данный словарь, он как раз в тему, он актуален и будет способствовать более прекрасному времяпровождению территории города Сочи. Пока таких словарей в Сочи напечатали чуть более 300 экземпляров, но планируют увеличить тираж. Ведь гостей из Китая с каждым годом в Сочи становится все больше. В Сочи создана современная транспортная инфраструктура с высокой пропускной способностью. Тем не менее, на курорте только официально зарегистрировано более 200 тысяч автомобилей. В курортный же сезон в город ежедневно въезжают от 8 до 15 тысяч нагородних машин с туристами. И поток этот с каждым днем только увеличивается. Для удобства жителей и гостей курорта внесены изменения в дорожную схему города. Так, теперь нельзя транспорту из центра повернуть на бытху. Туда можно попасть только через объездную дорогу. Спуститься с бытхи и повернуть налево в направлении Адлера тоже не получится. Есть альтернативный выезд через улицу Ясногорскую на объездную. Для общественного транспорта схема движения прежняя. Также здесь заработает светофор. Он сдержит транспорт с бытхи, при этом максимально пропуская поток по федеральной дороге. Чтобы этот самый поток не был таким плотным, городские власти советуют водителям без надобности не ехать через центры, а пользоваться объездными путями. Мне бы хотелось подчеркнуть, что в нашем городе есть и дублер курортного проспекта. Замечательная дорога, она всегда свободная, она скоростная достаточно. Там никогда не бывает, но хочется посоветовать всем нашим жителям как можно активнее и лучше пользоваться, например, дублером курортного, с которого можно попасть и на бытху, и съехать на Мацесту, попасть на 20-ю горно-стрелковую дивизию, выехать в центре города. Изменения ее у курортного городка. В районе заправки у пансионата «Известия» запрещен разворот грузового транспорта длиной более 6,5 метров, который движется из Сочи и поворачивает в сторону Кудепсты. Кроме того, запрещены остановки в так называемых подъездных карманах. Автобусная остановка, которая окружена магазинами, запусочными и таким образом способствует заторам, будет перенесена на 100 метров дальше, в сторону Сочи, а сам нынешний подъезд закрыт. Также изменена разметка на федеральной дороге. Автомобили, разворачивающиеся со стороны Сочи, теперь не могут перестроиться из ряда в ряд. А в районе железнодорожного вокзала разворот под мостом стал двусторонним. ГИБДД просит водителей следить за разметкой и дорожными знаками, и быть вежливыми на дорогах к туристам, главным инвесторам города, которые предпочли отдых именно в Сочи. Ведь как раз к такому спросу отдыхающих город стремился многие десятилетия. Скорая помощь Сочи по качеству услуг за последние годы сделала огромный прорыв. Однако есть случаи, когда, по мнению горожан, скорая не спешит на помощь. Недовольные сочинцы в социальных сетях оставляют многочисленные комментарии. Одни медиков прождали несколько часов, другие – почти весь день. С чем связано такое длительное ожидание? Съемочная группа провела несколько дней на станции скорой помощи и узнала, с какими трудностями приходится сталкиваться медикам. Такого рода звонки сочинская станция скорой помощи принимает чуть ли не каждую минуту. Сообщение о ДТП, как в данном случае, относится к первой категории срочности. Поэтому первая же освободившаяся бригада спешит на вызов. На сборы максимум две минуты и врачи уже в пути. Вячеслав Мясников на службе 30 лет, но каждый выезд – новая история. Все время разное. И счастье, деталь, не будущее, но нельзя просто привыкнуть. Дорога от станции до Светланы заняла пять минут. На место происшествия скорая приехала раньше сотрудников ДПС. Травма у женщины оказалась не тяжелой, но тем не менее отправить пострадавшую в больницу необходимо. И прямо оттуда на следующий вызов. С полуночи до 10 утра на станцию скорой помощи уже поступило несколько сотен звонков. На них отвечают семь диспетчеров. А специальная компьютерная программа автоматически сортирует заявки по категориям – экстренные и неотложные. К первой относятся ДТП, инфаркты, ножевые ранения, падения с высоты и проблемы со здоровьем у детей до трех лет. Следующая категория вызовов обслуживается только в случае отсутствия звонков экстренного характера. По словам специалистов, из-за незнания этих нюансов у граждан и возникает много вопросов и претензий к работе с курой. Температура повышенная 37,8 у себя самого – это гораздо меньшее зло, чем острый инфаркт миокарда у соседа. И машина скорой помощи должна приехать в первую очередь к соседу, а потом к тебе самому. К сожалению, не все люди способны это понимать. По федеральному закону на экстренные вызовы бригада должна прибывать максимум за 20 минут. На неотложные выделяется два часа. По оценке экспертов, все показатели по экстренной неотложной помощи в Сочи находятся на уровне федеральных стандартов. Летом же количество специфических заболеваний и травм возрастает, поэтому и время ожидания неотложной помощи тоже увеличивается. Осложняет работу скорой неточные сведения о больном. Надо выяснить вопросы, интересующие диспетчера, для того, чтобы бригада могла сориентироваться, на что именно вы едете, на какой вызов, какие надо брать с собой инструменты, еще что-то там, да, и какую бригаду отправить для диспетчера направления, какую бригаду отправить в первую очередь. Основная нагрузка на медиков приходится в вечернее время, поэтому они призывают при наличии жалоб не ждать ухудшения самочувствия и вызывать скорую дню. Тогда, если не требуется срочная помощь, вызов будет переадресован в поликлинике. Это поможет снизить и без того высокую нагрузку на неотложку. Летом население Сочи за счет отдыхающих возрастает в 2-3 раза и может достичь миллиона человек. По нормативам на 10 тысяч приходится одна бригада врачей. Таким образом, на курорте в сезон их должно работать больше 100, однако сегодня на вызовы выезжает всего 51. И это на весь Большой Сочи. Кроме того, от Красной Поляны до Лазаревского дежурят всего три специализированных бригады. Реанимационная, педиатрическая и психиатрическая. И это несмотря на лучшее в России техническое оснащение. Вот и получается, что сегодня помощь нужна самой скорой помощи. И в первую очередь в решении кадрового вопроса. К сожалению, привлекательность профессии скорой помощи не высока в настоящее время. И вот в этом году всего один выпускник Кубанского медицинского университета обучался по целевой программе для скорой помощи. Когда в городе проходят мероприятия, с линии бригады не забирают. Просто многие медики работают не в одну, а в две смены. В этом году на время хоровых игр в Сочи на подмогу приехало 27 специалистов. Это позволило сформировать дополнительные 11 бригад. Многие из них приезжают на курорт не первый раз. На время пребывания их обеспечивают жильем. Все они у нас приезжают с такими категориями, все со стажевые. То есть люди не с улицы, а пришли именно скоропомощники со всего края. Однако значительно увеличить количество бригад на весь курортный сезон не получится, так как в этот период, несмотря на напряженность, многие берут отпуска. Еще одна беда – медики уходят работать дежурными врачами в отели и коммерческие клиники. Там и зарплата выше, и условия лучше. Те же, кто остается нести дежурство скорой помощи, вынуждены брать на себя дополнительную нагрузку и справляться с поставленной задачей. Преодолевать усталость, быть вежливыми и выполнять свою работу. Кстати, по закону, каждые три часа врач должен делать перерыв хотя бы на 15 минут. Но за несколько дней, что съемочная группа провела на станции скорой помощи, в комнату отдыха так никто и не заглянул. Елена Всецн, телекомпания ФКТ. Руководителями не рождаются, а ими становятся после большого пути. Сегодня об этом сочинским руководителям, начальникам отделов и новоиспеченным директорам говорил известный российский бизнес-тренер Владимир Зима. Эксперт, который для тысяч успешных россиян является наставником, провел на курорте мастер-класс карьера руководителя, а также презентовал свою книгу «Инструменты руководителя». Уровень управленческих навыков у сочинских руководителей в различных отраслях достаточно высокий, отмечают эксперты. Тем не менее, в профессиональном росте и учебе еще нуждаются многие начальники. Вопрос повышения управленческой культуры для курорта остается актуальным. Чтобы знания и компетенции, необходимые для роста по карьерной лестнице, были доступны перспективным работникам городских предприятий, Успешный сочинец, руководитель санатория знания, специалист в рекламной деятельности и издательском бизнесе Дмитрий Богданов вот уже 10 лет организовывает подобные деловые мероприятия. В городе Сочи нет учебного заведения, в котором руководители могли бы приобретать первоначальную квалификацию или повышать ее. И в связи с этим мы стараемся восполнять этот пробел за счет того, что приглашаем в Сочи известных экспертов, консультантов, бизнес-тренеров. Практика показывает, что те руководители, которые регулярно приходят на мероприятия, они действительно успешны. Их предприятия растут намного быстрее других предприятий в этих же сегментах бизнеса. Эти предприятия предоставляют более высокий сервис, и это впрямую отражается на финансовом результате компании. Сам бизнес-тренер Владимир Зима, мастер-классы которого расписаны на месяц вперед, обращаясь к сочинской аудитории, отмечают, чтобы управлять людьми, их нужно понимать. А еще необходимо быть объективными. И нужно помнить, что руководитель – это профессия. Сам Владимир руководит сразу несколькими предприятиями. Самый главный, наверное, совет – это принять, что руководителю никто ничего не должен. Мне говорят, люди должны выполнять свою работу. Ну, если ими неправильно руководить – нет, не должны. Соответственно, работа руководителя и заключается в том, чтобы создать правильные условия для того, чтобы там и люди, и системы, и все, что составляет предприятие, все это работало эффективно и качественно. То есть, для этого надо помнить, что никто ничего не должен. В разгар курортного сезона мастер-класс «Владимир Азима» более чем актуален. Количество туристов в Сочи увеличилось. У десятков предприятий возникла необходимость привлекать новых сотрудников, расширять штат. На все вопросы собравшихся эксперт дал исчерпывающие ответы, а также порекомендовал ознакомиться с книгой «Инструмент руководителя», которая является руководством к действию. Профессии руководителя Владимир уже обучил тысячи россиян. На сегодня список профессиональных начальников, умеющих принимать решения и управлять, пополнили и два десятка сочинцев. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и удачных выходных! Студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс.